Пятая серия Мы сюда часто ходили? Да. Однажды я потерял тебя в аквариуме. А потом? Ты нашёл меня? Нашёл. С тех пор я сказал себе, что никогда больше не потеряю тебя. Я вижу, что между нами многое произошло. Жаль, что я ничего не помню. Это не имеет значения. Даже если ты не помнишь, я всегда буду с тобой. Я всегда буду рядом, чтобы защитить тебя. И никогда больше не покину тебя. Буду считать твоё молчание как знак согласия. Дай губную помаду. Зачем? У меня есть кое-что. Ты ведь не рассердишься? Давай поставим штамп в качестве обещания. Фань, Фань. Давай начнём всё сначала. Я... 2012-й Пожалуйста, помоги мне достать ключ. Разве ты не можешь сделать это сам? Как тебе эта комната? Я думаю, неплохо. Займу эту комнату. Тогда я оставлю твои вещи здесь. Начинай распаковывать вещи. Подожду тебя снаружи. Давай ещё. Начинай, стоит. Удачи. Передающий р Затан. Субтитры сделал DimaTorzok Я увидел, что ты спишь, поэтому хотел накрыть тебе одеялом. Я проверю. Джуи Сяо, почему ты здесь? Я взяла ваш адрес у однокурсников. Могу я войти? Вы не ожидали, что у вас так быстро развиваются отношения? Я, наверное, вам помешаю. Это не то, что ты думаешь. Заходи, поговорите. Спасибо. Итак, что я могу для тебя сделать? Больничные счета моей мамы очень дорогие. И вы знаете положение моей семьи. Я не могу позволить себе оплачивать их. Так что вы можете мне помочь? Я верну вам деньги очень скоро. Я нашла работу на неполный рабочий день. Я буду работать. Почему смотришь на меня? Что думаешь? Конечно, ты должен помочь. Сколько тебе нужно? Семь тысяч юаней. Хорошо. Дай мне минутку. Не волнуйся, с твоей мамой все будет в порядке. На самом деле, мы очень похожи. Мне было 13, когда кое-что случилось дома. А потом, мне пришлось оплачивать медицинские счета моей мамы и усердно работать, чтобы жить дальше. Поэтому я тебя понимаю. Ты понимаешь? Не волнуйся. Все наладится. Вот 10 тысяч юаней на медицинские расходы твоей мамы и купи ей какие-нибудь добавки. Спасибо. Я верну их. Не спеши, отдашь, когда будет возможность. И тебе спасибо. За то, что поделилась со мной своей историей. Тогда я пойду. Извините, что побеспокоила вас. Спасибо. Береги себя. Счастливого пути. Хорошо. Хорошо. Твоя доброта будет вознаграждена. Я пойду спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Извините. Ваш студенческий билет. Господин, я забыла о свой студенческий. Можете пропустить меня? Таково правило. Господин, я знаю, но на этой неделе у нас выпускные экзамены. Я все думала о том, какую книгу взять и что изучать. Я торопилась и оставила его дома. Можете пропустить меня только сегодня. Ладно, проходи. Не забудь его в следующий раз. Спасибо. Спасибо. Рисовый шарик. Разве это не ты наступил на мой рисовый шарик? Разве я не извинился перед тобой? Ладно, давай начнем сначала. Я Циньян, лучший друг Лю Жаченя. Ты должна быть та самая, о которой говорил Жачень. Девушка из будущего. Лу Фань Фань, приятно познакомиться. Но ты действительно веришь, что я из будущего? Путешествие во времени не является невозможным. Когда пространство искажается силой тяжести, время может идти с разной скоростью из-за гравитационной силы. Тем самым, когда черная дыра перекрывается, и ты попадаешь в нее, ты обнаружишь, что попало в другое измерение. Это называется перемещением во времени. Это так сложно. Я не понимаю. Но это звучит круто. Садись. Итак, не мог бы ты сказать мне, как мне вернуться туда, откуда я пришла? Этого я не знаю. В современной науке только теория параллельного пространства поддерживает явление перемещения. Дело в том, что просто это еще не было доказано. Я могу это доказать? Я действительно из 2024-го. Ну, тогда как же выглядит 2024-й? Гораздо веселее, чем здесь. Есть игры, прямые трансляции, искусственный интеллект и электронные автомобили. Даже телефоны могут идентифицировать владельца по лицу или радужке глаз. У нас не угоняют автомобили. Это правда? Ну, есть свои плюсы и минусы. Если твоя личная информация будет украдена, то твоя банковская карта, удостоверение личности, личная информация, все это взломают. И весь интернет будет знать о тебе. Твой 2024-й год. Трудно себе представить. Ты мне не веришь? Нет, нет. Просто мир, о котором говоришь, слишком совершенен. Я хочу его увидеть. Тогда, если я смогу найти путь назад, я обязательно поищу будущего тебя в 2024-м, а затем докажу, что видела тебя в прошлом. Ты пообещала. Обещаю. А, кстати, эта вещь, она твоя? Откуда она у тебя? Я так долго ее искала. Нашел на днях на баскетбольной площадке. А теперь возвращаю владельцу. Спасибо. Больничный счет. Это я. Не кричи. Что ты здесь делаешь? Это больница. Ты все оплатила? Есть еще? У меня нет денег. Вообще ничего нет. Покажи мне. А это не деньги? Я взяла в долг это на лечение мамы. Иди и возьми еще. Мне срочно надо. Я обещала. Я потрачу их на лекарства маме. Доченька. Неплохо. Нашла нового парня? Он хорошо к тебе относится. Даже дает тебе деньги на лекарства. Кому я могу понравиться? Почему ты ему не нравишься? Моя дочь такая хорошенькая. У него есть девушка. Я не хочу разрушать их отношения. Доченька, ты скажи мне, этот парень богатый? Нет. Я никогда больше не буду занимать у него денег. Хватит врать. Ты повзрослела. Послушай меня. Пока он богат, не смеет пускать его. А с его подружкой я разберусь. Это будет нелегко. Ароматно и выглядит аппетитно. Конечно. Я известный диетолог высшего класса. Ты сможешь так готовить каждый день? А что тут сложного? Я говорю, чтобы ты готовила каждый день. Сегодня не должно ничего остаться. Съешь всё. Хорошо. Приятного аппетита. Вкусно. Очень вкусно. Лёжа тень. Ты что, пьян? Я просто хочу спать. Я хочу прилечь. Лёжа тень. Лёжа тень. Ты... Иди. Не пей столько, если не умеешь. Так быстро напился. Лёжа тень. Ах ты лжец. Просто притворялся. Нет, я правда пьян. Вот и лежи один пьяный. Фань-фань. Я правда пьян. Я хотел признаться ей, притворившись пьяным, полный провал. 2024 Этот мир. Я действительно в нём существую? Что случилось, когда я была в коме? Ты правда здесь? Что ты здесь делаешь? Сегодня звездопад? Тётушка сказала мне, что ты здесь ждёшь. Звезда! Загадываем желание. Ты всё так быстро? Падающие звёзды не осуществят моё желание. О чём ты? Я надеюсь, что в твоём желании есть я. Очень жаль, что звёзды так быстро падают. Нельзя загадать новое желание. Хочешь увидеть падающие звёзды? Ты думаешь, что звёзды будут падать, когда ты захочешь? Ты же не Дараимон. Кто знает? Закрой глаза. Дараимон и я заставим звёзды падать. Загадывай желание. Я надеюсь, что люди вокруг меня будут в безопасности, здоровы и счастливы всегда. Немного отличается от звездопада, но всё равно красиво, не так ли? Безумно красиво. Спасибо тебе. Спасибо тебе за сегодня. Не за что. Что произошло? Не переживай. Не бойся. Я позвоню в полицию. Кого я обидела? Он нацелен на Фань-Фань. Не волнуйся. Полиция разберётся. Ты не можешь остаться здесь на ночь. Поедем ко мне. Ради твоей безопасности. Не только на одну ночь. Если у тебя нет важных дел в эти дни, оставайся у меня и никуда не выходи. Но ведь... к тебе... тебе будет неудобно. Безопасность – это самое главное. Хочу написать заявление. 2012-й. А, Джугафэ, иди сюда. Когда ты нам заплатишь? Четыре дня. Когда? Четыре дня. Громче. Четыре дня. Три дня, да? Три дня. Да? Мой палец. Три дня. Брат, я заплачу через три дня. Три дня. Я заплачу через три дня. Не бейте меня. Не бейте меня. Брат Фэн, не бейте. Брат Фэн. Это я. Вставай. Вставай. Ты напугал меня. Брат Фэн, я только что видел коллекторов. У них серьёзные намерения. Я вижу. Ладно, ладно. Сяо Ху, я хочу тебя спросить. Какой самый быстрый способ заставить женщину уйти от мужчины? Брат Фэн, ты готовишь похороны? Что за чушь? У меня есть способ получить деньги. Брат Фэн, ты готовишься. Брат Фэн, ты готовишь. Ладно, что Scholars help lessons, 학ай продолжал всему! Спасибо, Stanley. Брат Фэн, ты готовишь? Брат Фэнк. Брат Фэнк. Брат Фэнк. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...